Здравствуйте, друзья мои! С вами Шамов Дмитрий. Хочу от всего сердца поздравить всех с Днём Космонавтики. Ровно 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 минут. Это был огромный шаг для человечества по исследованию космоса. И сегодня я хочу немного поностальгировать и вспомнить игру «Космические рейнджеры», которая не только стала одной из моих любимых игр, но и частично изменила моё мировоззрение. Поехали! Знаете, меня всегда манила тема космоса. Далёких звёзд, неизведанных планет и бесконечных путешествий. Я всегда с надеждой смотрю в ночное небо и думаю о том, что же там нас ждёт. Что увидят космонавты, которые первые достигнут края нашей Солнечной системы. Я пересмотрел сотни фильмов о космических путешествиях и десятки научно-документальных программ о чёрных дырах, звёздах и так далее. Стабильно один или два раза в год посещаю планетарий и мечтаю когда-нибудь побывать в таком месте, где хорошо видно звёзды. Полежать на траве, посмотреть в ночное небо и помечтать о своём. Мне кажется, что космос – это моя мужская такая романтика, как бы банально это для кого-то не звучало. В детстве, ещё в средней школе, у меня был хороший друг Игорь, к которому мы как-то пошли в гости поиграть на компьютере. Там он мне показал игру «Космические рейнджеры», которая поначалу мне показалась какой-то несерьёзной что ли, но как только я сам сел в неё играть, я понял, что это просто что-то невероятное. Я одолжил у Игоря диск, прибежал домой, установил игру и на несколько недель выпал из реальности. Всё, я был поглощён бескрайним космосом, невероятной музыкой и романтикой путешествий. Давайте я вам немного расскажу о том, что это за игра, если вы вдруг про неё не слышали. «Космические рейнджеры» – это игра, которая дарит вам свободу и возможность заниматься тем, чем хотите. На дворе трёхтысячный с чем-то год. Люди давно уже свободно летают по вселенной и входят в галактическое содружество из пяти рас. Собственно, люди, фиянины, гаальцы, пелеки и молоки. Вот эти расы расселились по космосу и время от времени враждуют, но в целом живут мирно. Но покой нарушает неизвестно откуда вторгнувшиеся агрессивно настроенные новая форма жизни – клесаны. Они представляют собой что-то вроде разумных кораблей. И вы начинаете игру за рейнджера-добровольца, который должен узнать больше о клесанах и, по возможности, их, конечно же, остановить. Вы выбираете одну из пяти рас, каждая со своими особенностями, а также одну из начальных ролей – воин, наёмник, торговец, корсар и пират, которые тоже имеют свои особенности, но на самом деле только поначалу. И всё. Садитесь на корабль и отправляйтесь исследовать просторы космоса. Я проводил все свои дни за старым компьютером с кружкой чая и тёплым пледом. Летал по планетам, общался с инопланетными цивилизациями, у которых брал различные квесты на доставку грузов, помощь в сопровождении и так далее. Торговал между планетами, предметами искусства, медикаментами и оружием. Апгрейдил корабль, чтобы летать дальше, быстрее и бить всех больнее. И часами залипал в текстовые квесты, которые стали просто находкой в этой игре. Представьте, что вы попадаете в какую-то ситуацию, и вам всё описывают как в книге. Предлагают несколько вариантов ответа, от выбора которых зависит дальнейшее повествование. Вы можете проиграть и попробовать ещё раз. Вам даются десятки вариантов развития повествования. В некоторых квестах нужно участвовать в чемпионате, в других сбежать из тюрьмы, или даже обыграть суперкомпьютер в шахматы. Это словно читать невероятно интересную книгу, в которой вы главный герой, и только от вас зависит, что будет дальше. На своём космическом корабле вы можете делать всё, что пожелаете. Воевать с Клесанами, исследовать планеты, проходить квесты, торговать, убивать всех, кого захотите, стать злостным пиратом, или наоборот, борцом с ними. И самое главное, вы не одни. Мир живёт. Другие NPC-рейнджеры воюют, торгуют, нападают и борются с Клесанами. На низком уровне сложности игра может закончиться даже без вашего участия, от того, что галактическое содружество победит врага. И всё равно, вы можете просто забить на это и делать то, что захотите. Это ваша жизнь, ваш космос, и вы полностью свободны сами решать свою судьбу. Если, конечно, выживете. Позже вышла вторая часть Космических Рейнджеров, которая была всё той же игрой, только стала больше, а также добавилась возможность высаживаться на планеты и воевать за роботов, как в стратегии. Появилось ещё больше свободы, но атмосфера осталась. Я всегда с теплом в сердце вспоминаю эту игру, и горжусь, что её создали наши российские разработчики Elemental Games. Космические Рейнджеры стали для меня невероятным открытием и напоминанием, что для хорошей игры графика и навороченные спецэффекты не главное. Игру делает атмосфера, сюжет, геймплей и душа, вложенная в разработку. Я время от времени пишу рассказы, и в больше, чем половине случаев они о космосе и путешествиях. Возможно, именно космические Рейнджеры оказали на меня такое влияние, вместе с книгами Рея Брэдбери, Станислава Лема и других. Если вы играли в космические Рейнджеры, то поделитесь своими впечатлениями. А если нет, то не важно, как вы относитесь к играм, обязательно попробуйте. Надеюсь, что придёт день, когда побывать в космосе будет так же просто, как сесть на самолёт, и я смогу увидеть всё это своими глазами через стекло иллюминатора. Уверен, что Россия добьётся новых высот в космонавтике. С праздником, друзья! До встречи в других видео! До свидания! Друзья, я думаю поиграть в космические Рейнджеры на своём лайв-канале и в процессе просто рассказать о чём-нибудь интересном. Вы можете подписаться на лайв-канал по аннотации на экране или по ссылке в описании. До встречи!